привет друзья про перепрошивку коптера по воздуху я уже рассказывал в одном из предыдущих своих видео можете посмотреть его по ссылке в подсказке сверху если вам интересно а сегодня у нас речь пойдет про перепрошивку дрона с помощью flash карты когда у вас есть файл прошивки и вам надо закачать именно тот файл который вам необходим на дрон на пульт и обновить все это дело принудительно вы спросите а какого хера ты забрался на такие скалы для того чтобы обновлять прошивку да верно конечно же я не буду обновлять ее прямо здесь и займусь этим сегодня вечером когда вернемся с прогулки домой а сейчас мы просто получаем удовольствие осенним солнечным днем которых осталось так мало и находимся на горячих скалах торгашинского хребта а сейчас пока мы не начали процесс прошивки заодно попробуем интеллектуальные режимы трекинга слежения и облета по кругу которые в принципе на текущий момент у меня практически не работали убедимся еще раз что они действительно не работают и после того когда пройдет процесс прошивки я выберу еще один из дней и еще раз протестируя таким образом мы определимся помогла ли нам прошивка для устранения этих проблем или нет погнали собачка и и и и и Режим динамического трекинга в принципе заработал, хоть и не так хорошо и цепко, как раньше. А вот режим облета Smart Orbit активироваться вновь отказался, так же, как и в пары недель ранее при нашем походе на гору Москва. Все ручками пришлось облетать. Собственно говоря, сам процесс прошивки достаточно прост. Извлекаем карту из коптера, устанавливаем ее в картридер. Заходим на официальный сайт Outel, в раздел Downloads и находим наш дрон. В режиме Downloads EO2 Pro есть фирмбар прошивки. Заходим в прошивки и видим последняя прошивка 2.7.35. Качаем ее. Вес прошивки 202 мегабайта. У нас файл с расширением BIN. Его мы и записываем на карту от дрона. Пишем ее прямо в корень. Готово. Извлекаем карту из картридера и возвращаем обратно на место в наш коптер. Поскольку мы будем его включать, снимаем защиту подвеса. Так же готовим пульт. Устанавливаем на него все необходимое, чтобы он у нас был включен и на связи. Запускаем пульт. Не забываем зарядить дрон перед прошивкой полностью. Устанавливаем новую батареечку. Отлетом мы пока убираем в сторону. Так, у нас проблема с пультом. На нем 28% заряда. Надо бы подзарядить. Так, ну все, дрон заряжен на 100%. Пульт, телефон я зарядил в принципе достаточно, больше 50%. Я надеюсь, что этого хватит. Дольше ждать не могу, поэтому будем проверять. Так, ну теперь остается только включить дрон и ждать и наблюдать, что у нас получится. О! Пульт получил, видимо, данные с дрона по прошивке. Процесс unpacking, потом до ло от фирма. Короче, мой корявый английский не буду произносить, но видите, что процесс идет. Смартфон отключился, а пульт непосредственно уже выполняет процесс залива прошивки из флешки. Ну и дрон, наверное, тоже. Короче, наблюдаем. Ориентировочное время завершения 9 минут 50 секунд. Идет обратный отсчет, пошла непосредственно прошивка. Пульт предупреждает, что ни в коем случае не отключайте на текущий момент ни пульт, ни дрон, потому что идет процесс прошивки. На дроне, соответственно, никаких опознавательных знаков нет. Стандартно шумят вентиляторы, стандартно мигают лучи. Короче, пока идет этот процесс, немножко прервемся. Статус на пульте поменялся. Теперь у нас высвечивается надпись extracting, что означает извлечение, извлечение чего-то из чего-то. И теперь пошел процесс проверки. Опять режим обновления, проматываются проценты. Наблюдаем и не дышим. Обновление закончено. Включил сейчас телефон, чтобы было видно, когда пульт снова подконнектится. Все, говорит. Обновление закончено, перезагрузите RC and Aircraft before use. То есть, обновление закончено, перезагрузите пульт и дрон перед использованием. Ну, так и делаем. Вырубаем пульт, вырубаем дрон и включаем повторно. Так, ну все, давайте посмотрим, какая версия прошивки у нас встала. Версия приложения у нас та же, потому что мы его не меняли. Так, камера 0.2.33.16, пульт дистанционного управления. Все обновилось. Чтобы не сомневаться, что цифры у нас действительно поменялись, поднял старый скрин экрана. И как мы видим, справа старые версии прошивки, а слева пальчиком прокручиваю новые, уже обновленные версии прошивки. Все окей. Вот и все, процедура закончена. Можно будет облетываться. Ссылку на последнюю прошивку на официальном сайте Аутель, а также на список прошивок на сайте Аутель Пайлотс вы найдете в описании к этому видео внизу. Как видите, процедура перепрошивки дрона через флеш-карту не намного сложнее, а может быть даже намного проще, чем процедура прошивки дрона по воздуху. Но ничего сложного она из себя не представляет. Если вы залили правильную прошивку, обратите внимание, именно правильную прошивку, потому что есть дрон версии 1, а есть дрон версии 2. Если вы зальете неправильную прошивку, то вы рискуете сделать из него хороший увесистый оранжевый кирпич. Поэтому будьте внимательны. Прошивайте дрон верной прошивкой, и все у вас будет отлично. А на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»